Попались мне в ремонт вот такие двигатели. Если с этим все понятно, это обычный мотор-колесо от гироскутера, то вот этот экземпляр очень даже интересный. Поначалу я подумал, что это шаговый двигатель, так как его форм-фактор и размеры соответствуют NEMO 34. Количество проводов также намекает на наличие энкодера для контроля положения вала. Но когда мне было сказано, что он может развивать скорость в 20 км в час, мне стало интересно, что же это за мотор. Давайте вместе разберем, обслужим, почистим, а также посмотрим на его конструктив. Всем привет, вы на канале DIY Parts. Разборку начал со стороны вывода проводов. Тут меня встречает печатная плата с тремя датчиками холла и круглым магнитом на концевике вала. Датчик, но не энкодер. На плате есть проточки для регулировки положения датчиков холла в соотношении с магнитом. И это точно магнит. Смотрите, как шустро примагничивают шурупики. Плата и провода залиты резиновым наполнителем для предотвращения замыкания на корпус, мест пайки и удержания проводов при вибрации в работе. Под следующей крышкой только три провода, подключенные непосредственно к обмотке статора. Что же представляет из себя сам ротор? А он выглядит вот так. Причем обратите внимание, какая интересная пространственная конструкция с закругленными местами для фиксации, также закругленных и длинных неодимовых магнитов. И вся эта обойма по кругу имеет жесткую фиксацию стальными лентами. И это же, конечно, оправдано. Я представляю, какие центробежные силы возникают в процессе его вращения. Также тут присутствует какой-то пластик или технический воск. Скорее всего, это сделано для балансировки ротора. Я тут ради интереса соорудил подручный проверочный стендик из электрода с заточенными концами. И тестовое вращение показывает, что балансировка у него мое почтение. Для проверки подкинул на магниты пару шурупов в надежде, что балансировка изменится. Но стендик-то не прецензионный и на вес двух шурупов не реагирует. Ну, на гайку реакция есть. Думаю, вы понимаете, что это шутка. С таким биением при таких оборотах он рассыпался бы сразу прямо с завода. В общем, тут все качественно и на уровне. Приводной шкив крепится к валу через шпонку. И для его снятия пришлось воспользоваться съемничком. После того, как все продул сжатым воздухом и подшипнички немножко пролил ВД-шкой, произвожу его сборку. Можно сказать, в обратном порядке. Винты крепления на нем длинные, как и у шаговых двигателей. Передняя и задняя обойма под подшипники ими и стягиваются. Легким движением резиновой кияночки устанавливаю шкив со шпонкой на концевик ротора. Особенно пришлось покувыркаться с уплотнителем шнуров. Достаточно плотная конструкция. Но все получилось и даже удалось его нормально обжать. Ну что же, остается его подключить и испытать в работе. У мотора два разъема. Один силовой, второй от датчиков холла. Для считывания положения по сигналам от них. Запускать буду через плату управления. Вся эта связка устанавливается на так называемый лонборд. Это та же самая доска для скейта, но несколько длиннее. В моем случае этот борд с одним приводом. Но есть и на два таких привода с ременной передачей на колеса. Ну а пока я произвожу подключение для тестового запуска двигателя. Будьте добры оценить это видео лайком или дизлайком. А также будет не лишним черкануть какой-нибудь комментарий. Вплоть до просто смайлика. Я рад, что мои видео вызывают интерес у вас. Но поскольку даже на видео с 500 просмотрами получается всего полтора лайка. Эти труды никуда не двигаются. И платформы не продвигаются. В общем очень прошу вашей активности в виде обратной связи. Спасибо заранее. Итак, все подключил. Нажимаю на кнопку включения платы. Ей надо немного времени для соединения с пультом управления. После подключения джойстика кнопкой в виде курка начинаю газовать. Все отрабатывает и обороты набираются в соответствии с глубиной нажатия на этот курок. В плане торможения на тыльной стороне джойстика есть еще кнопка. При нажатии на нее и отпускании курка, плата переводит этот двигатель в режим рекуперации, что снижает его обороты свободного вращения до полной остановки.